Добрый день дорогие друзья! Сегодня, как мне кажется, у нас очень интересная тема, а главное новая тема. Вересковые культуры с каждым годом становятся все популярнее, но, увы, не все с ними знакомы, а некоторые даже и не предполагают, что это такое. Эрика, Вереск, Багульник, Андромеда, Кассандра и даже Рододендроны. Все это как бы одно семейство, только вот как за ними ухаживать? Настолько разные эти культуры. Помочь нам сегодня согласилась Татьяна Владимировна Курлович, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и технологии ягодных культур Центрального ботанического сада, кандидат биологических наук. Вересковые, ну, можно так сказать, это ее конек, она знает о них абсолютно все, поэтому попробуем сегодня что-то узнать и мы. Татьяна Владимировна, вересковые, давайте начнем, что это такое и в чем их все-таки уникальность? Ну, во-первых, вересковые всегда объединялись с брусничными, о голубике мы уже очень много рассказывали. То есть это, как сказать, родные братья и сестры, только голубика, брусника, клюква ягодные, хотя они и красиво цветущие одновременно. И причем круглый год почти. Ну да, но в этом семействе очень много растений, о которых даже, может, и я еще не совсем знаю. Да? Да. Очень-очень красивых внешне и настолько вот привлекательных, что люди просто, ну, жаждут, увидев в цветущем виде их высадить, а высадив на участок и не зная, как с растением обращаться, да, теряют это и очень расстраиваются. Вот такой пример рододендрон. У этого растения больше 12 тысяч сортов. Вот у нас часто продают тут как азалию и прочее. Да, да, листопадная. Ну, дело в том, что такого растения, как азалия, уже практически нет у систематиков. Это только коммерческая культура. Ну, делит каждый по-своему. Кто-то там листопадники называют азалиями, кто-то рододендрон симпса азалиями комнатные. Ну, это растение, род рододендрон, очень разнообразные. Среди него и листопадные, и вечно зеленые, и карликовые, и огромные деревья до 30 метров в высоту. И растет он в разных зонах. И, в принципе, в садах, ну, растение, можно назвать, если роза королева, сада рододендрон, это король. Вот. И требования, вот, кстати, у вересковых и у брусничных к условиям выращивания очень близкие. Но тут есть небольшая разница, если, допустим, брусничные для того, чтобы плодоносить и давать ягоду, хотят расти на солнце, то многие из вересковых как раз любят полутень. То есть это растение, которое встречается в природе в высокогорьях, под пологом леса, где высокая влажность воздуха. Но в то же время, как и у брусничные, на очень бедной, кислой почве, ну, не сильно богатой органикой. Поэтому, чтобы вот именно эти растения радовали своими цветениями красотой, потому что они красивы не только в период цветения, но фактически круглый год. Здесь у вересковых еще, ну, так называемый своеобразный есть ирикоидный облик, который и само растение, внешний его вид характеризует, и листья. То есть у них своеобразные листья, очень тонкие, нежные, красивые, разнообразные окраски. Зеленовато-голубая, темно-зеленая, бордовая такая, с бордовым оттенком. То есть даже без цветения они хороши? Есть вот, допустим, такое растение, как пьерис, его не столько во время цветения, но декоративно. Хотя тоже цветки, как ландыши, разветвленные кисти белые. А во время вегетации у него листья, окрашенные в белый, в зеленый, в розовый, в красный цвет. То есть само по себе растение очень красивое. В то же время и у тех же рододендронов, разные окраски листва, разной формы, разной фактуры. И в этом красота. У той же андромеды, допустим, голубовато-зеленые, узкие. У той же кальмии очень похожие листья темно-зеленые. Но эти растения, для того, чтобы они росли, надо прежде всего посмотреть, как они себя ведут в природе, где они встречаются. И вот именно создавать им те условия. Ну, а условия близкие, как я уже говорила, к тем, которые нужны для голубики, для брусники, клюквы. То есть это прежде всего рыхлая, кислая воздуха и водопроницаемая почва. Умеренная влажность. Несмотря на то, что многие из этих растений, как та же клюква и голубика, растут на болотах. Допустим, это та же наша андромеда, наша кассандра и многие другие. Скажите, а когда их лучше высаживать? Весной, осенью, до цветения, после цветения? Ну, здесь, во-первых, сказать до цветения или после сложно, потому что они цветут в разное время. Допустим, Эрику к нам привозят в горшках, она уже цветущая. Потому что она прямо выходит цветущей уже из-под снега. И купили вы ее рано весной, и держать ее там какое-то время для того, чтобы посадить после цветения, не стоит. Поэтому, ну, если растение вегетирует и цветет весной, и оно в горшке с закрытой корневой, поэтому его лучше пересадить. То есть сразу пересадить? Да. И вообще, вот все растения вересковые особенно, лучше высаживать ранней весной. Почему? Потому что, ну, нарастание корневой... До начала вегетации? Можно и в начале, но лучше до начала. Не затягивая? Не затягивая, потому что вот у этих растений именно нарастание корневой системы идет до того, как тронутся в рост побеги весной. А осенью, когда листва начинает краснеть, опять начинает расти корневая система. То есть побеги рост закончили, растет корневая. То есть все по очереди? Да. Нету такого, чтобы вот летом и то, и другое нарастало. Поэтому, если вы высадили рано весной, растение успевает взяться корнями за землю. Летом, естественно, мы на даче все время за ним смотрим, ухаживаем. И осенью оно сразу бесболезненно, опять начинает расти корневая система. То есть оно закрепляется, приготовляется к зиме, и зимует нормально в наших условиях. А высаженное поздней осенью, как правило, вот этот горшок стоит, частенько растение даже не вымерзает, а просто высыхает, потому что ему от корней вода не поступает. А надо ли обрезать вересковые культуры? Ну, здесь обрезка нужна скорее санитарная, потому что у этих растений, у всех, как правило, рост очень медленный. Да, они как-то так почти на одном уровне, чуть-чуть за... Да, да, за год очень обрезается единственный, наверное, вид из вересковых эрика после цветения, для того, чтобы более обильно цвела на следующий год. Просто побеги укорачивают где-то на одну треть или даже на половину. А все остальные, допустим, тот же рододендрон, ну, та же Андромеда, та же Кассандра, здесь обрезка чисто санитарная. То есть погибшая, подсохшая? Да, где-то поломанные, где-то больные веточки, где-то, ну, чтобы аккуратный вид растению придать, ну, такой вот кардинальной формирующей обрезки. Если только, допустим, ну, вы хотите штамбовую форму рододендронную. Ну, это уже, так сказать, художественное творчество. Да, это в этом плане. А так увлекаться обрезкой не стоит. А если говорить о подкормках? Подкормки тоже, так же, как и для брусничных, именно минеральными удобрениями. И никакой органики. Весенний период никакой органики, потому что тоже просто сожгете избытком азотного питания. А это растения все, которые растут, вот, допустим, те же Эрики, те же Верески, они на такой бедной сухой почве растут. Рододендроны, хотя они растут, допустим, и под пологом леса, но в лесу тоже же обычно сироземы. Вот листовая эта подстилка. А те, которые растут в высокогорьях, там вообще в качестве почвы только опавшая листва, там где-то трава засохшая, вот, перегнившая. Там вообще слой почвы такой, в которой корни могут распространяться, сантиметров 10-15, не больше. Вот, и как таковой органики там... То есть довольствуются малым. Да, 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 перепревшие листья, вот то, что из этого получилось. А что касается профилактических обработок, их надо как-то поддерживать? Ну, вы знаете, эти растения тоже, каждая по-своему устойчива, но на рододендронах, как правило, частенько встречается вот фазариозная гниль там. Ну, чаще всего, конечно, физиологические, там, допустим, осенью растение росло на открытом месте, вечно зеленое, зимой снег, не укрыли, и оно начинает подгорать листва. Ну, здесь просто уже убирается эта листва обгоревшая, а вот именно такие болезни, как фазариозная гниль там, ну, и другие есть еще. Обработки требуют, и у рододендрона есть и корневые гнили, поэтому здесь можно проливать азофосом, и желательно вот рано весной листопадной, это бордовской жидкостью можно, ведь на зеленой, конечно, с этим осторожнее, но фунгицидами пройти нужно. Нужно, да? А вот можно ли самим нам как-то размножить эти культуры? В разной степени укореняемость у этих растений рододендроны укореняются очень медленно и долго. Практически никак? Нет, укореняются. Ну, то, наверное, надо там создавать. Ну, у них нет в тепличке, если высадить вот такой, где прикрыть ее немножко, и все лето за ними смотреть. Ведь весной, в конце, после цветения, можно брать эти побеги, но укоренение период очень... Но побеги у рододендрона мы берем цветущие или... Отцвевшие. Отцвевшие, то есть там, где был побег. Однолетний. Ой, где был бутончик. Да, вот бутончик выломали, а вот этот побег, который прирост... Ну, они, как правило, с весны же идут в рост побеги. Вот то, что отросло, вот это выламываем, хвостик этот, если кора отломалась, обрезаем и просто высаживаем. Но период укоренения, конечно, длительный. Может быть, 3-4 месяца. А вереск эрика? Эрика вообще легко укореняется достаточно быстро. Андромеда, Кассандра, Багульник. Эти растения... То есть достаточно отломать, под баночку посадить. Да, но именно в кислую почву тоже не забывайте. Торфы с запилочками, да. Нет, а рододендроны хорошо размножаются семенами. Хотя, правда, уже сортовые признаки здесь теряются. Не то, что теряются. Видоизменяются. Могут, нет, у какого-то процента растений сохраняться, но часть будут отклонения. Но и не факт, что в худшую сторону. Ну, тогда я надеюсь, что все мы будем селекционерами, сами на своем участке. Возможно, кто-то сегодня подумал по-другому о вересковых культурах. Я буду рада, если они зацветут у вас на участке. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин